Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого. Это выпуск «Мнение дилетанта». В этот дождливый январский вечер, рядом с камином, я решил поговорить о том, как Россия становится фашистским государством. Хотя на самом деле она уже стала фашистским государством, типичный фашизм. Единственное, что в России это чекистский фашизм, в Беларуси это колхозный фашизм, но суть от этого не меняется. Дело в том, что я во многих своих прошлых видео говорил, что Россия это фашистское государство, и мне в комментариях утверждали, что это не так. Мол, фашизм это то, что было в Германии. Видимо, потому что в России принято считать, что фашисты это люди, которые говорят по-немецки, в стильных касках, требующие в деревне молоко и яйца, и никак по-другому. На самом деле это конкретный политический строй, который характеризуется конкретными признаками, которые вы видите вокруг себя. Вообще меня сподвигло на это видео, то есть последней каплей, я бы так сказал, стало событие, которое произошло перед Новым годом. На ТНТ, в российском телеканале, вышла шутка про дагестанскую проститутку, и под телеканалом, под зданием, где располагается этот телеканал, собралась куча дагестанцев, которые требовало извинений. Естественно, телеканал ТНТ выступил с извинениями за эту шутку, прям рассыпался в этих самых извинениях, и это типичный признак фашизма, когда сила побеждает все. Когда у какой-то группы есть сила требовать то, что они хотят, и они именно силой этого и добиваются. Дагестанские народы, по-хорошему, победили Россию, то есть после войны в Чечне Россия выплачивает и Чечне, и Дагестану, и, впрочем, Кабардино-Болгариям своеобразную дань, чтобы там было все тихо, мирно и спокойно. Как бы нам ни рассказывали по телевидению и в прочих средствах массовой информации о том, что мы единый народ, это совершенно не так. И кавказцы это давным-давно прочувствовали, и, используя свое превосходство или возможность того, что их не наказывают, они силой требуют то, что, по их мнению, им принадлежит или то, что им хочется, при этом еще и получая деньги из федерального бюджета. Это один из признаков фашизма в стране. Но, если многие комментаторы в интернете почему-то пишут о том, что это чисто такая кавказская тема, это совершенно не так. В России просто тот, кто сильнее, тот и прав. Помните, как было в фильме «Брат 2» Балабанова, когда Данила Багров садился напротив американца и спрашивал, в чем сила? И говорил, сила в правде. Вот, нет, сила в силе. И Балабанов, конечно, гениальный режиссер, он предвидел вообще развитие вот этой всей ситуации. Я напомню, что многими считается, что Данила Багров – это положительный герой, но он приходит к этому американцу. Вот в «Брате 2» параллельно убивает совершенно невиданного собеседника этого американца и начинает у американца требовать деньги, которые ему совершенно не нужны. То есть фильм на самом деле не о справедливости, а о силе. И Балабанов, как гениальный режиссер, предвидел вот это развитие событий в России, которые будут в дальнейшем происходить. Когда правда именно за тем, кто сильнее. То, у кого есть пистолет, у кого есть сила власти, сила закона, который может закон вертеть в свою пользу и так далее. Вот в данном случае чеченцы, дагестанцы – они просто самые наглые в стране. Но в России главенство в первую очередь силы. Именно она считается главным примером того, что вот ты прав в этой ситуации. Чем ты наглее, чем ты больше можешь кричать, тем быстрее ты получишь то, что тебе хочется. Вернемся к теме фашизма. Я призываю к себе на помощь Умберто Эко, который написал замечательное эссе о признаках фашизма. Я вот по ним буду проходить постепенно, потому что я не настолько крут, как Умберто. И прошу вас в комментариях спорить с ним и со мной о том, что этого в России нет. Первой характеристикой фашизма является культ традиции. То есть вот то, что предки считали правильным, то, что у нас вот в наших традициях вот это делать – это правильно. То, что там прогресс, что-то новое появляется – это все с запада пришло, это все не наше. Вот именно традиционно русское – это все правильно. Ну, это… я не знаю, как с этим спорить. Это, конечно, по моему мнению, бред, потому что есть и хорошее в прошлом, есть и плохое, но держаться за него не стоит. Тем более, знаете, это удивительно еще слышать со стороны россиян, в первую очередь потому, что подавляющее большинство жителей России очень мало знают о своих предках, по-хорошему. Я не говорю там о дальних родственниках, хотя бы о бабушках и дедушках. Выяснить их судьбу, выяснить, кем они были, откуда, что с ними происходило – этого уже достаточно для того, чтобы с негативом относиться к власти. Например, я выяснял у меня один прадедушка, живший в Минской области, был осужден НКВД за что-то. Это есть, кстати, на сайте «Мемориал» в 1940 году, видимо, либо анекдот про советскую власть рассказал, либо что ему повезло, он всего год отсидел и вернулся. Видимо, потому что война началась, требовались рабочие руки. Другой дедушка, с другой стороны, из деревни Исады Рязанской области был раскулачен. Третья семья из деревни Жерина Ливенской области, Ливенского района Орловской области, они вообще голод пережили. В то время, когда был голодомор на Украине, например, украинцы считают, что это их русские геноцидили, на самом деле нет. В это же самое время и в России был очень большой голод, люди умирали, это скорее большевики весь свой народ геноцидили, потому что им надо было куда-то брать эту еду. Обирали крестьян, которые пытались своим семьям что-то оставить. И вот так вот, узнавая историю своей семьи, ты уже по-другому начинаешь относиться к власти и задавать ему вопросы. Но, при том, что многие вот этого не знают и не пытаются даже узнать, они верят в традиции страны, считают, что это правильно и даже не пытаются присматриваться к тому, что появляется новое на планете. Второй признак плавно вытекает из первого. Это просто непринятие всего нового, непринятие модернизма. Как бы там не рассказывали о том, что Гитлер был фашистом и модернизировал немецкую армию, он это сделал только для того, чтобы проще было захватывать все вокруг. Само немецкое общество никак не модернизировалось. Если брать изобретателя фашизма Бенита Муссолини и Италию, там вообще было возвращение к имперской славе Римской империи. Так и в России, собственно, что вы можете вспомнить, что нового было придумано в России за последние 10-15 лет? То есть живем на заслугах прошлого. Автомат Калашников, ракеты-носитель Союз, балет. Что еще вспомнить? Ничего не возможно. Никаких новшеств и модернизаций не происходит. Дальше. Культ действия ради действия. Потому что думать это не мужское, это не важно. Главное действовать, делать. Эти все интеллигенты к ним надо относиться с подозрением, потому что они думают всякие странные вещи. Культура сама по себе это идиотизм какой-то, который никому не нужен. Напомню высказывание Геббельса, когда я слышу слово культура и охватаюсь за пистолет. Эти все гуманитарии размазни, которые всякую фигню непонятную сочиняют и пишут. Собственно, все фашистские деятели культуры, которых можно вспомнить, те же футуристы итальянские, они просто занимались тем, что обвиняли современных и либеральных деятелей культуры в отходе от ценностей страны. Собственно, что мы сейчас можем и наблюдать в России. Дело Серебренникова, суды над Пуссирает и так далее, и так далее. Все, что не в русле линии партии, это все враги. Ну и, соответственно, так как культура в первую очередь призвана показывать проблемы общества, то в фашистских странах очень не любят критику. Любая критика действующей власти считается предательством. Если вы не согласны с тем, что происходит в стране, вы предатель. Но это, ну, вот это объяснять, что это неправильно, это настолько дико. Потому что сколько людей, столько мнений. Это невозможно считать несогласным с вами человека предателем. Особенно, если вы живете в одной с ним стране. Потому что, ну, никогда не может быть такого, что всем нравится все, что происходит. Ну, не может быть такого. Но мало, этого мало власти. Им надо показать, что они самые д'Артаньяны, а все вокруг говно и предатели. Иначе фашизма невозможно. Иначе мы не построим фашизм в отдельно взятой России. В России, естественно, исходя вот из предыдущего постулата, культивируется ксенофобия. Все, кто не похожи на нас, они против нас. То есть это расизм, это антисемитизм. И вот то, что сейчас в России происходит, это тотальная ненависть ко всему украинскому. Хотя, как вы понимаете, в Украине очень много русскоговорящих людей. Там совершенно все не так, как вам пропагандируется с телевизора. Ну, мне это все неприятно видеть. Но это культивация именно такого фашистского режима. Это типичные признаки фашистского режима. Для того, чтобы найти врагов и показать, что эти люди не такие, как мы. Потому что они выступают против того, что дорого власть придержащим в России. Самое интересное, что как бы вот некоторые мои зрители из противников Путина не писали в комментариях, что за него голосует только быдло, там самые дебилы. Нет, на самом деле фашизм всегда опирается на средний класс. Но на средний класс, который чувствует себя в чем-то ущемленным. Если мы говорим про Россию, то это распад Советского Союза. То есть, россияне потеряли ощущение великой державы. И на этом Путин офигенно играет, конечно. То есть, вот это присоединение Крыма. Хоть это не заявлялось прямо, но давайте сделаем Россию великой снова. Вот это вот все. В данном случае проблема в том, что время сейчас другое. Сейчас присоединение территории не делает страну великой. Россия и так, как и была самой большой по территории страной мира, так и остается. Присоединяешь ты Крым, не присоединяешь. Даже если вы Украину присоедините, вы останетесь самой большой страной в мире по территории. Но вас это не сделает ее самой лучшей для жизни страной. Вот в этом проблема. Но для среднего класса, для людей, которые потеряли ощущение того, что они живут в самой великой стране мира, это очень важно. И на этом нынешние правители очень тонко и очень красиво играют. Ну а тем, кто социально обездолен, им наша страна говорит, что сам... Вообще привилегией является то, что они родились в этой конкретной стране. То бишь национализм. Единственное, что может сплотить нацию, это враги. Поэтому в основе фашизма всегда лежит идея всемирного заговора. В данном случае против России. Все вокруг сплотились для того, чтобы поставить Россию на колени наконец-то. Она встает. Она становится мировым гегемоном. А теперь, наконец-то, мы ее все вместе, чтобы она не поднялась, давайте дружно поставим на колени. Ну, естественно, понятно, что все страны конкурируют между собой. Но это настолько удивительно слышать, особенно вспоминая начало 90-х, когда СССР разваливался, и западные страны делали все, чтобы Россия еще не развалилась. Когда там Татарстан провел референдум о независимости, Башкирия. Советский Союз развалился, так еще и Россия в это время разваливалась. И были миром, всей планетой были предприняты конкретные усилия, чтобы страна не была раздроблена. И сейчас это удивительно слышать, что когда действительно Россия более-менее воспряла от тех проблем, которые были, вдруг Америка и остальные страны хотят, чтобы она встала обратно на колени. На самом деле, как это ни странно, всем в мире выгодны стабильные и богатые страны, для того, чтобы можно было продавать свою продукцию там и зарабатывать деньги. Мы сейчас живем в мире, в котором важны не территории, не там, где больше всего самая большая страна в мире, а самая богатая страна в мире, где можно продать свою продукцию, приехать и продать. Вот это самое важное. Это, ну, нельзя как это доносить до зрителей, до людей, до живущего в Смоленске чувака, который выходит из своего барака и наступает в лужу у себя перед подъездом, сплевывая через зубы, говорит, вот этот сволочь Обама, ну, сейчас уже Трамп опять разворовал весь бетон, который должны были положить у меня дорожкой перед подъездом. Как это вот это все у людей в голове складывается, что Америка против России специально вот эту всю фигню делает? Там житель, не знаю, какого-нибудь вышнего волочка, выходя на улицу и смотря на окружающий пейзаж, он реально считает, что это все сделали какие-то люди в других странах специально против него, а не те замечательные люди, которые управляют страной уже 17 лет. Серьезно? Вот именно Трамп и Обама специально подумали о том, как вам насолить как можно более сильно. Для фашизма характерна не борьба за жизнь, а жизнь ради борьбы. Почувствуйте разницу. Пацифизм или разговоры о мирной жизни, они предусудительны. Вот посмотрите сами, как в комментариях обсуждают войну с Украиной. То есть не надо договариваться, надо дойти на танках до Киева, всех убить, всех, кто против нас убит. Это настолько дико вообще обычному человеку в любом мире читать и смотреть. Это, я не знаю даже, стоит ли это пояснять вообще. И многие вот эти апологеты такого русского мира представляют себе какой-то такой финальный последний бой, после которого мы победим и наша идея возобладает над всеми другими. Во-первых, непонятно какая идея, просто то, что мы сильнее, мы круче всех и должны всем диктовать свою волю. Но как таковой идеи-то нету у русского мира, нету идеи, в этом и прикол. У американского мира есть идея. Ты работаешь много, зарабатываешь деньги, живешь хорошо. Все. Очень простая и банальная идея. У русского мира всех победить, чтобы они, побежденные, наконец-то с нами считались. Считались с чем? Считались с этими грязными, вонючими дворами? Хотел назвать какой-нибудь город российский, ну просто, чтобы не обидеть, они все одинаковые. В Омске, предположим. Чтобы везде во всем мире были такие дворы или с чем? Зачем вы хотите победить? И победить кого и что вообще? Просто победить. Деды воевали и победили, теперь мы должны победить. Да, вот эта идея. Это такая тупость просто, а не идея. Так как фашизм это власть силы, то, соответственно, появляется презрение к слабому. Ну, вы обратите внимание, как у нас все устроено для инвалидов, для людей с какими-то проблемами с развитием, или там аутистами, или даже просто с сексуальными меньшинствами. Если ты слаб, то тебе нету места в этом обществе. Более того, у нас идет элитаризм, ну просто вот элита превозносится. Если ты у власти, то у власти у нас самые лучшие люди. Это не так в любой стране, естественно. Потому что могут вылазить и не самые лучшие люди. Но так как в других странах есть механизм их убрать от власти, то в России... Ну, я всегда говорю в России, но, естественно, я имею в виду и Беларусь тоже. В России у власти только самые лучшие люди. Крепкий хозяйственник. Это словосочетание такое отвратительное. Такое просто ни о чем. Крепкий хозяйственник. Что это за... Мне сразу такой коренастый мужичок представляется, знаете, в кепке. Ну, чем-то похожий на актера Ульянова из фильма «Председатель колхоза». Что значит крепкий хозяйственный? Кто его сказал, что он крепкий, что он хозяйственный? Просто какие-то люди поставили чувака, чтобы им было проще воровать, бабло зарабатывать. Было спокойнее жить. Обязательно необходимы герои, естественно. Героизация прошлого. Деды воевали. И нынешние герои. Культ героизма непосредственно связан со смертью. Рассказывая, как герои Второй мировой войны отдавали свои жизни за то, чтобы стране стало лучше жить. Поэтому и так много россиян, например, хотело поехать на Донбасс воевать. Странно, что в героическом нетерпении вот этим людям больше удается умерщвлять совершенно других. Вот посмотрите, как Россия вмешалась в дела Украины и сколько украинцев погибло, потому что в соседней стране культируется вот это героическое прошлое. Мол, там, деды воевали против бендеровцев, и мне то же самое надо делать. Это в современных реалиях, еще раз повторю, настолько неправильно. Сейчас есть столько много всяких занятий, которым человек может посвятить себя и стать полезным обществу, что вот эти войны на ровном месте, оно выглядит настолько неправильным, странным, что вот приходится вот такие видео записывать опять. В очередной раз. Именно и потому что фашизм требует героев. Поскольку вести постоянные войны довольно затратная штука, то фашизм культивирует мужественность, ускулинность, пренебрежение к женщинам и, соответственно, любых отклонений от нормальной сексуальной жизни. От аскетов, которые не склонны проводить время с женщиной, до гомосексуализма, естественно, в первую очередь. Так как фашизм довольно расплывчат в своей идеологии, то есть он не может вот сказать как либералы, что у вас там свобода слова, он не может сказать как коммунист, давайте создавать коммуны, то фашизм в первую очередь опирается на популизм. Вот если вы слышите популиста, это скорее всего фашист, как ни странно. Так как фашизм вырос из демократических институтов, то бишь из голосования большинства, то важно при фашизме убрать роль личности и возвеличить роль народа, то есть какой-то общности. Не важен один человек, важно то, что говорит народ, то есть за что проголосовало большинство, то и важно. При этом большинство может быть совсем не большинством, то есть там может на выборы прийти, например, 55%, из них 51% за что-то проголосовать, если вы прикинете, если вы умеете работать с процентами и считать математику, то это получится где-то в районе 27% от всех жителей страны, по-хорошему. Но люди будут оперировать понятием большинства, большинство народа вот это сказала, значит, вся нация в едином порыве считает эту идею правильной, и мы будем это продвигать. За нас проголосовало большинство, значит, мы правы, а все, кто против нас, те враги. Ну, а так как на самом деле никакое количество людей не может иметь никакой общей воли, ну, на самом деле, то провозвестником всей этой воли выступает вождь. Вождизм — это один из самых основных признаков фашизма. В итоге заканчивается все тем, что народ не действует, а только занимается тем, что призывает что-либо здесь сделать. Знаете, ветераны призывают обратить внимание на то-то, деятели культуры призывают обратить внимание на то-то, а деятелем является тот самый вождь, который принимает решения. Вот все вот эти выступления Путина в конце года, ответы на вопросы народа, типа, это вот оно самое есть. Сегодня популизм — это сеть интернет, где вам могут... Ну, естественно, это телевидение, но телевидение, давайте, это для более старшего поколения. Так как я к вам обращаюсь через интернет, то, естественно, сегодня это интернет, где многие-многие деятели способны представить какую-то эмоциональную реакцию на определенные действия как суждение всего народа и всегда ссылаясь на западный опыт как прогнившая парламентская демократия. Вот я вам даже зачитаю цитату Бенито Муссолини на своем... В речи в итальянском парламенте он заявил «Хотелось бы мне превратить эту глухую серую залу в спортзал для моих ребяток». Это опять же возвращаясь к тому, что действия ради действия. Мол, в этом парламенте какие-то толкают непонятные речи, занимаются болтовнёй вместо действий. Вот давайте мы сейчас придём и всё изменим. Всякий раз, когда политик ставит под сомнение правомерность парламента, легитимность парламента, чувствуется запашок фашизма. В данном случае это, конечно, не совсем относится к России, потому что в России парламент работает, хотя и является, скорее, декоративной функцией. Я это отношу к Беларуси, когда Лукашенко пришёл к власти, у него было противостояние с парламентом, и он именно под этим лозунгом того, что парламент не отражает суждения народа, его разогнал, сделал декорации и его функции, и его власть прибрал к себе, как и судебную власть. В общем, я уже много наговорил, опять получилось очень длинное видео, хотя я этого не хотел. Судите сами. Я вам привёл с помощью Умберто Эко и своих каких-то познаний признаки фашизма. Является ли Россия фашистским государством? Ответьте, пожалуйста, на это в комментариях. По моему мнению, типичный фашизм, то же самое, как и в Беларуси. У нас фашистские режимы, которые диктуют свою волю народу, оболванивают его и заставляют плясать под свою дудку. Попытайтесь меня опровергнуть, напишите мне. Только, пожалуйста, давайте вот этих оскорблений, как обычно происходит. Попробуйте вот мои примеры того, что у нас в наших странах фашизм. Если вы не согласны, пишите. Кстати, есть же многие люди, которые согласны жить при фашизме. Почему нет, да? Просто я не хочу при этом жить, а многие там могут, может быть. И посчитают, что это лучшая форма правления. Это лучше для страны будет. Такие тоже пишите. Конечно же, я не против. Но мне очень кажется, что большинство не согласится со мной, что в России фашизм. И будет яро отстаивать свою точку зрения. Вот мне бы хотелось ваши вменяемые аргументы почитать. Без оскорблений и всего прочего. На этом все. Вы слышали Лешу Халецкого. Мнение дилетанта. Всем пока.